Добрый вечер, дорогие зрители! Начинаем смотреть мы с вами новый матч, новый день в рамках ESL третьего сезона. Envious против команды Ninjas in Pyjamas на карте The Cash. Nip'ы будут атаковать, Envious'ы будут защищаться. Nip'ы это команда, которая обеспечила себе уже в любом случае выход на финал. Ну а Envious это аутсайдер удивления, скажем так, этого сезона. Команда, которая хорошо отыгрывала поначалу и теперь ничего показать не может. Для вас работают Сеня и Уха, ну и давайте посмотрим пистолеты. Добрый вечер, дамы и господа. Действительно, Роухаб, действительно, Сеня и Уха. И вот все абсолютно верно по поводу Nip'ов. Это то, что они уже обеспечили себе выход. Ну а Envious, которые в какой-то момент имели возможность попасть в заветную четверку, но в последнее время что-то не радуют парни своих болельщиков с содержанием игры. Соответственно, просели в таблицы. Ну и уже, наверное, не претендует на попадание в топ-4. Nip'ы тем временем подходят у нас под точку B. Хэппи играет за деревянным ящиком. Боковухи, акулично отыгрывает. Забирает звезда и форест. Тем временем Гитрайт начинает напрягать бленд. Неплохо получается у Nip'ов отвечать. И Гитрайт забирает теннис. И Гитрайт разворот под 90 и минус Апекс. Вот это да. Кстати, ошибся. Это была не боковуха. Это был Вентрум, дорогие зрители. Но неважно, 1-0 шведы повели в счете и легко и просто зашли на плен B. Да, ну и у нас начинается неплохо. Конечно же, для шведов в первую очередь, для Nip'ов начинается неплохо эта игра. В любом случае, я не думаю, что здесь будет какой-то проходной матч для Nip'ов. Они будут отыгрывать по максимуму. Конечно, я не думаю, что здесь будет иметь место какие-то сливы или какая-то просто бездарная игра. Как минимум, Nip'ам нужно подтверждать свое реноме, доказывать всем, что не просто так они выиграли DreamHack в Мальме. И действительно, то, что они находятся в очень крутой форме. Ну и по-прежнему, как мы знаем, Трит в роли тренера выступает у этой команды. Действительно, вот с приходом Пита и с приходом, наверное, в большей степени Трита, я связываю вот этот вот подъем команды. И в целом, конечно же, на том же DreamHack'е мы смогли убедиться в том, как круто умеют играть Nip'ы, как они могут, в общем-то, побеждать. Happy сейчас один находится на бэп-ленте, к нему подходят. Уже тут довольно-таки давно делает вычисление GetRight, пытается собрать какую-то инфу, но пока, в общем-то, безуспешно. Happy играет довольно-таки пассивно, соответственно, не дает своим тиммейтам информацию, вернее, оппонентам информацию. Но Nip'ы занимает middle, уже готовы заходить в вентиляцию и, судя по всему, будет зажимать бэп-лент через вентрум и основной выход на б-точку. Happy готов принимать в смачок этот выход, но, опять же, его никто не видит. И, в принципе, Happy тоже никого не может пока что заметить. Врывается под флешку, замечает под собой GZ100, замечает. И еще Happy мог бы здесь серьезно сыграть, но, увы, всего лишь один минус. Хотя бы не бы просили серьезного. Тут 11, и Форест 2. Пытается NBK у нас из девятки. Обезвреживается их соперников, ловит флешку, 70 хп остается. Тем временем в спине Devil, и Devil, по-моему, не идет выбивать. Но вот не в курсе, N-VS, как мало хп у нас у Nip'ов. Если бы понимали четко Devil и NBK ситуацию по здоровью во вражеской команде, они, конечно же, пошли бы выбивать в этом раунде плен B. Ну, а так 2-0 в пользу команды Nip. И, соответственно, еще один раунд берут шведы. И самое главное, пока что погиб один GZ100, и все здорово по экономике. Хотя вот Devil открывается за деревянным ящиком, забирает гетрайта. Пытается у нас подобрать девайс. Еще один красный, еще один красный, и еще один красный. Все красные. Отличная работа от Devil. Он сам в шоке. Поднимет немножко свою статистику. Devil у нас очень плохо играет. Как раз таки по статистике. На сайте AshLty.org все свои последние матчи. Там показывал мне кто-то список. Чуть ли не 15 или 20 карт. И везде рейтинг у этого человека в минус. Но, опять же, как и у, наверное, большинства игроков его команды. Потому что команда Nip в целом играет очень-очень плохо. Да, действительно, можно провести аналогию Devil. Вот по сравнению, например, с тем же Body, за которым мы вчера наблюдали. На противостоянии Na'Vi против G2. Body очень круто отыгрывал. На двух картах показывал очень хорошую игру. Ну и вот в этом плане, конечно же, G2 явно пока, скажем так, выделяется в пике игроков. Выбрали они явно более перспективного и более, скажем так, талантливого парня. Который своей игрой показывал очень хороший Counter-Strike. Вот у нас сейчас уже Nip'ы открывают. Вроде B-Plant. Happy тут опять играет Solo на Eko. По аналогии с предыдущим раундом. Но мы видим, что GetRight забирает Happy. И на B-Plant Nip'ы готовы устанавливать бомбу. Сейчас Envious будут делать retake, если это можно так назвать. Ну, по крайней мере, будут пытаться делать какие-то киллы и выбивания. Ну и в целом, конечно же, все у нас основные вопросы будут уже в следующем раунде. И в целом тогда уже можно будет делать какие-то выводы, насколько готова. Французская команда обыгрывать Nip'ов на карте Cache. В принципе, карта Cache рабочая карта для обеих команд. Они ее отыгрывают довольно-таки часто. Nip'ы в том же DreamHack'е Malme точно так же играли против тех же Godsent'ов в полуфинале. Ну и смотрим. Первый девайсный раунд. У Kenyus есть АВП. GetRight, кстати, оставляет себе УЗИшку. Ну и на самом деле будем смотреть, как сейчас будут действовать Nip'ы. Если не пойдут, например, на А, и GetRight будет вылетать каким-то пушем. Вот мы видим, сейчас уже подходит он под мейн. То, может быть, даже и неплохо сможет сделать сразу же килл на какой-то ближней дистанции. Ну, они как раз-таки начинают накидывать баночки именно на открытый плент. GetRight чекает, откидывает коктейль Молотова за дальний. Но раскидка интересная, скажем так. Накидали гранаты пятером, но при этом выходят через центр. Тем временем выход не удается, хотя Forest отвечает. На Апленте остается Devil вместе с Хэппи. Они здесь сделали подсадку, и эта подсадка себя реализовала. Последний игрок команды, Nip' Дист, пытается заключить раунд. Но все-таки Хэппи на чеку обезреживает своего соперника. И Nip' Дист берут первый бай-раунд. Но выживало всего два человека. У Nip'ов, скорее всего, будет хороший полноценный бай. Берут парника лоши, второй армор и гранаты. Ну и постараются сейчас снова удивить. Кстати, карта ДКш одна из самых сильных у Nip'ов. Поэтому нужно играть очень и очень аккуратно. Ребятам из команды Nip' Дист. Аккуратно, неаккуратно. Но тут N-VS, судя по всему, по последним играм, да и в целом, уже, наверное, пару месяцев. Слово аккуратность, это явно не относится к этой команде. Играют, в общем-то, парни. Продолжают играть дальше в какой-то сумасшедший аркадный Counter-Strike. С сумасшедшими баями, закупками, постоянными какими-то нелогичными даже местами пушами. Сейчас мы видим, как Апекс умирает в Вентруме. Там остается соло на B-планте Кеннис с АВП. И это, на самом деле, очень плохо для N-VS. Но, кстати, вот Вентрум НБК мог ворваться. Его сейчас убьют с буста. Ну и, в конечном итоге, Гетрайт с Форестом поработали отлично в мидле. Остается у нас Хэппи-1 на мидле. N-VS, Кеннис находится на B-планте. Ну и знают информацию Nip'ы о расположении своих игроков. Вернее, противников, конечно же, сразу же стянулись с B-планта. И заняли уже А-точку. Сделал Форест минус Хэппи. Игрок как раз-таки, который был в мидле. Ну и Кеннис остался один с АВП. И, скорее всего, это будет цель для него. Ну и вот эта вот неприятная ситуация, когда вы раунд берете и тут же раунд отдаете. Соответственно, сейчас будут вынуждены делать Team Envias 2 эко. Ну а, судя по тому, как играют эти парни в целом, то, конечно же, это будет даже не 2 эко. Скорее всего, в следующем раунде будет Force Buy полноценный на все деньги. И если Кеннису удастся засейвить АВП, то вполне возможно у Envias будут какие-то шансы зацепиться за следующий раунд. Но этого не произошло. Кеннис умирает. Ну и Team Envias по-любому должно ожидать. Ну как, не то, что вы по-любому. Тут, опять же, в игре с этими парнями наверняка утверждать что-либо, наверное, не стоит, потому как парни могут, скажем так, действовать нестандартно. Но настолько уже все привыкли к этой нестандартности и контрят это довольно-таки серьезно. Поэтому я думаю, что... Ну вот полторы, тысяча, шестьсот, тысяча, семьсот, это как раз-таки говорит о том, что нужно делать 2 эко. Да, взяли у нас НИПы, все-таки об этом, кстати, мы вчера говорили много в матче на Ави. Собственно, прошлись они по первым байраундам против G2 на карте Детрейн и за счет этого затащили во второй половине. И вот здесь пока что начало, первая сторона, но НИПы, опять же, взяли пистолеты, отдали первый байраунд, взяли сразу же второй и, соответственно, обезвредили команду Envias на два раунда. Вроде как Envias не покупают, сливают, но в следующем раунде, конечно же, придется снова делать, скорее всего, ака. Хотя, опять же, у нас что, повисло, что ли, нет? Все хорошо. Да нет, все нормально. Все хорошо, так все затаились, прям никто не перемещался никуда. Из 10 людей на карте я уже думал, что все пропало. Ну и, соответственно, Envy в следующем раунде могут, ну, даже не удивить нас, наверное, если сделают бай, потому что это Envy. Они долгое время ничего не меняют в своей игре, хотя уже давным-давно пора бы это сделать. Но, опять же, Envy потеряли уверенность в себе, наверное, потеряли вот все, что можно, наверное, поэтому играют очень-очень плохо. EnvyK за трактором. Кстати, прости, пожалуйста, я тебе хочу сказать, что вот я критикую, да, там мы говорим о том, что Envy сыграет плохо, но вот только что они сделали очень нетипичную для себя штуку. Они сделали засаду на Б-планте в четвером, 4 плюс 1. Перед этим мы видели такие же засады на ЭК, а также 4 плюс 1. Обычно Envy не делают подобных вещей. Обычно Envy покупают пистолеты и бегут просто со всех сторон, начинают пушить, пытаются, знаешь, отобрать у террористов бомбу и сделать какие-то киллы сразу же в начале раунда. А вот как раз-таки в этом раунде и в предыдущих экономических Envy сыграли довольно-таки пассивно, и вот эта вот засада говорит о том, что, может быть, все-таки парни взялись за голову, начали анализировать свою игру и решили играть в более качественный, содержательный Counter-Strike. Посмотрим, пока у них, конечно, на самом деле было не так много возможностей реализовать свой потенциал. Девайс на раунд важнейший в начале игры. Они проиграли, ну, в начале половины, да, то есть вот это вот, опять же, та ситуация, о которой я говорил, сейчас видите, вот обратите внимание на экономику Envy, денег нету на бай. То есть, соответственно, смысла сейчас нет делать бай, потому что что они купят там? Фамасы в лучшем случае. Ну и делают два эко, при том эко такие очень-очень осторожненькие. Обычно Envy покупают в таком же раунде, когда у них там есть по 3 300, по 3 500, они покупают арморы, там какие-то ЦЗшки. Ну, то есть, не знаю, может быть, это начало какого-то подъема от Envy. Может быть, все-таки парни взялись за голову? Ну, смотри, опять 4 плюс 1 держу. Сначала были чемпионами мира, а теперь мы хвалим, вот, Envy делают нестандартную какую-то тактику, какие волосы, какие они. Ну, потому что слишком плохо в последнее время все было, вот поэтому и, может быть, стоит немножко похвалить. Ну, и действительно, я же тебе говорю, вот смотри, они не пушат, они не поджимают, что, в общем-то, нетипично для них. Они сидят как мыши, 4 плюс 1 на точке B сейчас. Ну, на самом деле, у нас сидят Envy на позициях и делают точно такой же раунд, как и прошлый. BK оставили одного, сделали засаду, никто никуда не вылазит. Соответственно, заставляет команду НИП зайти на точку и заметить одного лишь Дэвила. Но вот я не понимаю смысла этой засады, если Дэвил погибает. И, вроде как, ну, сейчас мы поймем, есть в этом смысл или нет. Коктейли молотого летят, и тут все равно проверяют плент, естественно, ожидая там увидеть хотя бы одного игрока. Ну, и, соответственно, ничего у команды Envy с этой засады не получилось. NBK остается один на пленте А, стянулся, правда, уже на хелпу. Гитрай тем временем взял один квадрокилл, то есть убил всех четверых игроков, то есть выбил всю эту засаду от команды Envy. Ну, и NBK, ну, должен пойти, наверное, до конца, потому что сэйви Диггл бессмысленно. В следующем раунде в любом случае будет Эмка. Хотя, опять же, Диггл и пистолет жесткие, можно будет и в следующем раунде постараться повесить какую-нибудь шайбу, если, например, из Эмки пойдет что-то не так. Или передать тот же Дезерт Игл Кеннису, который, возможно, будет играть снова ВП. Ну, и НИПы грамотно поступает, они никуда не пушат, они знают, что у соперника пистолет. Они теперь уходят вместе на терреский респаун, почва уже подготовлена, потому что Пит прожал далеко и глубоко, но и NBK сэйви, соответственно, за взрыв бомбы еще 250 долларов получает каждая игрокоманда НИП. А Гетрайт погибает, не рассчитали немножко, ребята, но и в любом случае сэйв, видишь, удался для NBK, потому что он заставил одного взорваться. Ну да, в общем-то, можно занести это в актив Натану Шмидту, да, если я не ошибаюсь, его так зовут. Дэвил думает сейчас непонятно над чем, наверное, над тем, в общем-то, по набору гранат. В любом случае он берет Эмку, он явно у нас не штатный снайпер, и мы знаем, что как раз таки Кеннис является основным АВПшником. Ну и сейчас NBK занимает довольно-таки агрессивно, ну, близкие, по крайней мере, позиции в мидле. Это как раз таки игрок номер один Хэппи, его бустит Апекс, и у Хэппи вроде есть позиция, на которой он может сделать выпад под флешку. Ну и Апекс поджимает ангар, и уже находится на красном ящике, сейчас могут быть проблемы, но и Хэппи делает выпад. Иксис понимает, что здесь может быть еще один игрок, и выходит он, пытаясь сделать минус Апекс, но все-таки Апекс оказался более удачливым. Ситуация 4 в 4, Девилл в это время забирает Гетрайта на Б, также Энвиас действовали довольно-таки неплохо, сделали выпад на Б и сделали минус Гетрайта, который как раз таки сидел соло. Ну и в большинстве сейчас французы могут взять этот раунд, судя по всему. Игроки команды не будут выходить на Аплэнд, также Фрайберг выходит в мидл, сейчас забирает Апекса, немножко опромечиво сыграл Апекс, но НБК все-таки забирает Пита и Форест, открывает Аплэнд, фактически сейчас мы видим, что эта точка пустая, и Девилл с Кеннисом будут делать ретейк, ситуация 2 в 2. Девилл начинает нашивать у нас из коннектора смачок, Кеннис отстреливает Фореста, Фриберг остается один против двоих, и возможно возьмет сейчас раунд. Заходит на плен, пока что о нем не знает, нет, все-таки Девилл проверяет эту позицию, Адам погибает, второй раунд берут Энвиас, но может повториться полностью ситуация с первым байраундом, который взяли Энвиас, потому что они тоже тогда выживали вдвоем и проиграли следующий УниПов, по деньгам все здорово, они покупают АК-47 и вторые арморы, и если возьмут седьмой, опустят Энвиас опять же на 2 эко, и конечно же команде придется, ой-ой-ой, как не сладко. Занимают у нас дефолтные позиции ребята из команды Энвиас, АВП у нас у Кенниса, и он идет под точку Б, чекает поджимы, но они бы уже вышли на точку А. Гитрайт откидывает коктейль Млотова, замечают у нас на центре АДК, что он делал непонятно, он даже не смотрел в сторону Гитрайта, в итоге изи фраг для Кристофера, Девилл при этом врывается в мейн, чекает близлежащие позиции, здесь никого нету, но Энвиас вряд ли теперь будут дальше продолжать свой какой-то фаст раунд, они скорее всего постараются просто грамотно раскатать своих соперников. Кеннис тем временем поджал боковуху, и в принципе это довольно-таки неожиданная позиция, как для снайпера, возможно отсюда он сделает как минимум один выстрел, этот выстрел настигнет игроков команды НИП. Да, действительно, если Кеннис убьет, то как минимум он уравняет шансы, в этом раунде ситуация будет 4 в 4, а НИП уже контролирует мидл, Гзис находится очень близко к тому, чтобы зайти как минимум на Аплэнд, Девилл по-прежнему сидит в мейне, есть один игрок у нас в дверях, и очень так растянутый на самом деле Энвиас по карте, и если сейчас НИПы будут удачно зажимать мидл для себя, то все может для них неплохо получиться. Ну и Девилл в мейне забирает Фореста, Девилл, почему же ты не ждешь Фрайберга? Он, судя по всему, ожидал выход с двери, в это время Фрайберг забирает Девила. Ситуация 3 в 4, у Хэппи неплохая позиция на Аплэнте, он может сделать килл, подтягивается к Зист, сейчас очень близко находится, он прям под Хэппи ходит, и вот Зист забирает Апекса, ну и Хэппи... То есть Апекс, получается, приходит на Хэлпу, знает, что там есть Хэппи, а Хэппи, получается, вроде как и не смотрит своего оппонента, и в конечном итоге мы видим, как разваливается дефенс на Аплэнте от Тим Энвиас, они и так были в меньшинстве, остается у нас последний Кеннис, который с Авика приходит с мейна, и, в общем-то, можно уходить на сейв. Ну и вот то, о чем ты говорил, и мы об этом тоже прекрасно все знаем, опять же, раунд взяли, раунд отдали, обнуляется экономика, и, судя по всему, нужно делать два Эка. И вот эти вот, если сейчас посмотреть на Таби, да, вот как развиваются события, то есть три взяли, один отдали, три взяли, один отдали, то Нипы вот такими вот отданными точечными раундами могут просто в хлам выиграть только за счет того, что, за атаку, естественно, сейчас в этой ситуации, только за счет того, что, взяв один девайсный раунд, да, Нипам, тут же приходится Энвиас делать два Эка, ну и сейчас экономика просто ужасная, Тим Энвиас, и, в принципе, даже обвинять-то их особо не в чем, обвинять их можно только в том, что они не проявили должный характер для того, чтобы взять вот эти вот как раз ключевые девайсные раунды, которые они отдали. Халдят, у нас снова Нипы, аккуратничают Энвиас, теперь не стали делать свою засаду на точке Б, потому что она провалилась в прошлый раз, но и в следующем раунде непонятно, что будут делать, потому что сейчас купили по 250, и, скорее всего, опять Дилотека, и восьмой, девятый раунд возьмут шведы. Приходит Пит, просто шьет перед дверью, потому что понимает, что это популярная нынче позиция, такая нестандартная якобы, но уже привыкли игроки к этой точке, и просто Пит подошел, вшил дверь и забрал соперника. НБК им заходит на затракт, и начинается раскидка у нас в точке А, моментально Пит через смок ловит еще и НБК, как бы Пита сейчас не заподозрили в каком-нибудь волхаке, потому что он одного через дверь, второго через смок, третьего просто с прогиба, пятого с бедра и так далее. Апекс играет с П-250 через дверь, старается вычислить, и Непс умирает у нас все-таки Адам Фрибер, который делает последний фраг в этом раунде. Не удается, наверное, у нас абсолютно ничего, и мы в который раз, ну, пока что становимся свидетелями какой-то беззубой абсолютно игры с их стороны. Да, и, как мы говорили, ключевые девайсные раунды проиграли парни, и из-за этого, опять же, экономика обнуляется. Вот вы берете раунд, да, вы начинаете уже получать за, то есть в следующем проигранном получаете опять самое наименьшее количество денег, и после уже серии раундов можете получить больше, да, для того, чтобы все-таки выровнять свою экономику. И благодаря, вот опять же, тому, что Непы взяли, соответственно, пятый, и какой у нас, получается, десятый раунд, то, ну, просто ужасная экономика от Энвес, и опять же, обвинять их, в общем-то, не в чем. Можно обвинить их только в нежелании, скажем так, на девайсах продемонстрировать лучший контр-страйк, пока у парней действительно дефенс вообще не складывается. Ну и Непы молодцы, играют медленно, не торопятся, происходит вычисление, чекается мейн, чекается б, чекается мидл, потихонечку очень-очень медленно играют. Непы ждут, кстати, агрессии от Энвеса. Энвес на удивление играет довольно-таки пассивно. Кенниас раздобыл АК, вот, кстати, сделали минус, я пропустил этот момент, это, судя по всему, да, тот же Кенниас сделал минус. Гетрайт забрал у него АК, занял сейчас очень хорошую позицию, но и Непы решили пойти все-таки на А, и вот угадывают оставшиеся игроки. Тим Энвес, они смещаются на АПЛЕНТ, и сейчас у Непов будет выход уже на эту позицию. Коктейли Молотова летят у нас по всему ПЛЕНТУА, пытается Дэвил займить со своим пистолетом 5-7, у него это получилось, спид моментально погибает, Дэвил врывается за трактор, ловит еще и на мэйне Фореста, и остается один лишь Фриберг, один против двоих, и, возможно, сейчас Энвесы все-таки возьмут свой раунд. Этот раунд взять-то будет очень-очень приятно, потому что у Энвес появятся деньги, но Фриберг подлавливает у нас Хэппи. Не знает, правда, где находится последний его оппонент, а Кеннис-то уже на чеку. Кеннис играет в мэйне, и совсем патрон должен попасть. Один по Фрибергу, он это делает. Восьмой у Непов, третий для команды Энвес, и четыре остается до конца первой стороны. Ну, это было Эко, на самом деле, от Тима Энвес. Они взяли Эко, и взяли очень его даже неплохо. В конечном итоге Непы решили пойти на, ошиблись, и мы видели, как Энвес очень четко отыграли. Ну, в конечном итоге, конечно, все это закончилось. Ситуация один в один, и Кеннис, который, Сака, который он забрал у Гитрайта, как раз-таки сделал килл и раунд выиграл. Ну и подобрал тут же Драгонбор, и сейчас уже поджимают Б игроки команды Энвеса. Хэппи забирает Гитрайта, в Медле, и тут неплохая комбина. Но Дэвил ошибается, и тут же Хэппи с Апексом отвечает, делает минус Форест, минус Гзист. В меньшинстве находятся сейчас Непы, ну и проблемки у них, у Фрайберга один ХП, ну и все будет зависеть от Пита. Если он продемонстрирует хорошую стильбу, то, может быть, что-то у Непов и получится. Но на самом деле, конечно же, будет крайне сложно выиграть этот раунд. Кеннис у нас поджал точку Б, рядом с ним Хэппи. Ребята сейчас смогут друг дружку набить, но нет, среагировали хорошо. Пит тем временем подсадился и готов оцеливать центр. На центре у нас никого, и слева Кеннис, слева Хэппи, и Пита, скорее всего, услышат, если он начнет прыгать. Хотя вот Пит, по-моему, слышит правым ухом сейчас смещение Апекса на Медле, точно знает, где-то там в коннекторе есть игрок защиты, и Пит его забирает. Апекс погибает, но, опять же, сейчас в спину, скорее всего, зайдет Хэппи, зайдет Кеннис, и у них все получится. Хотя Пит, по-моему, догадывается, что в ангаре может находиться оппонент, и как раз-таки смотрит эту позицию. Откидывает флешку, Хэппи, конечно же, отворачивается. Коктейль Молотова Пит отгоняет своего соперника поглубже, и не до конца смотрит позицию. Хэппи в итоге справляется, забирает Пита. Триберг остается один против троих, и Ниппы отдают своим соперникам еще один раунд. Это 8-4 в пользу шведов, но Энвесы потихонечку могут взять свои раунды, и если все сложится таким образом, счет будет 9-6 или 8-7 в пользу Ниппов, то, в принципе, Энвес можно поздравить с этим результатом, потому что вроде как за атаку в последнее время можно набрать необходимое количество раундов на карте ДК. Эта карта порой становится терровской. Ну да, действительно, мы наблюдаем такую тенденцию, что террористы берут довольно-таки много раундов на последних кэш-картах, как раз-таки с участием топовых коллективов. Ну и учитывая то, что Тим Энвес проигрывали со счетом 7-2, сейчас счет 8-4, и есть перспектива, в общем-то, взять еще несколько раундов, то вполне может даже и неплохо закончится эта встреча для французского коллектива. Очень тут довольно-таки агрессивно действует. GetRight уже делает минус на B2, просто открывается PlantEasy. Чувак, один пошел, развалил двух игроков французского коллектива. Apex и Kenex абсолютно отыграли ужасно в этом плане. NBK забирает Forrest, но опять же, B-Plant открыт, и тут же к Happy отвечает GetRight. Ну, кто-то ошибается, промечиво. Отыграли НИПы, имели огромное преимущество. Ну и Happy, вот на самом деле, зачем было сейчас выходить в дым? Настолько неоправданное решение, он это делал соло, абсолютно без саппорта и умирая. То есть, вроде как перевернули ситуацию для себя в плюс, ну не в плюс, но выровняли, да, французы. Ситуация была 3 в 3, но вот реально, по крайней мере, Happy точно допустил ошибку. И сейчас у нас Devil остается один против троих. Бомба находится в мейне. Почему-то Xist не стягивается на B, хотя там уже давным-давно гуляет Фриберг. Но вот сейчас Devil забирает Пита. Скорее всего, он Xist не ждет. И мы видим, что Devil просто убегает на B. Естественно, была у него информация, потому что открыли этот плент как раз-таки НИПы. Ну и Devil полностью отдает A, а Xist, естественно, с Фрибергом получается. Вроде как развели Devil, ну и Devil совершенно даже, наверное, не понимает, где бомба установлена. Нет, сейчас он должен уже это догадаться, как минимум, к этому. Нет? Дожди. Он не выкупил. Да, он просто не услышал, скорее всего, звуки или все-таки решил засейвить. Нет, идет через вентиляцию. Думает, что бомба на точке B. Не выкупил. Странные, странные наушники, странное позиционирование звука у нас в CSGO. Вроде как, не знаю, что это происходит. Только сейчас видят, что никого нету, подбирает АВП. Естественно, Кенниса на точке и уходит на сейв. Девятый раунд для команды Ninjas in Pyjamas. Два остается, друзья. И если Enversy проигрывает следующий, тогда снова по экономике будет не все сладко. Даже сейчас по экономике не все сладко. Кеннис дропнет Дэвилу, Дэвил дропнет Хэппи, а вот NBK вместе с Апексом вынуждены будут играть или с дробойками, или с пистолетами 5-7. Ну и вот только что Дэвил продемонстрировал то, как не нужно играть в таких ситуациях два в один, например. Тут очень простая математика. Когда вы остаетесь один за дефенс против, скажем, двух террористов, то нужно занять такую позицию, на которой вы будете контролировать хотя бы один плент. И если вы находитесь, например, в медле, то вы не понимаете, когда бомба устанавливается, вы не понимаете, где это происходит. Так, у нас уже тут какой-то экшен произошел на первый раунд, размен между коллективами, но Форест все-таки забирает еще и Дэвила, и ситуация 4 в 3. Как-то переагрили, мне кажется, французы в этом раунде, вместо того, чтобы отыграть пассивно. Побежали, вот, как минимум, я вижу, один на Б умер, и не совсем я понял, где второй игрок умер. Ну и поджали уже Хэппи, поджал Миддл, НБК поджал с дуплетом, как раз-таки Мэй, ну и не выдержала, опять же, НБК не выдержал, не выдержала его сердечко молодое, побежала, решила подкушить, и умерло. Ну и Пит убирает Кенниса, Хэппи остается один против троих, откидывает гранату на Аплент, еще одну гранату на Аплент, все-таки ждет он появления игрока в Миддле, понимает, что бомба установлена на А, смещается в Миддл, будет, судя по всему, делать выбивание через машину, приходит Форест и забирает Хэппи. Так вот, я закончу по поводу ситуации 2 в 1, когда вы остаетесь один против двоих, желательно, чтобы вы контролировали хотя бы какой-то из плентов. Просто почему? Потому что методом исключения вы понимаете, что, естественно, если не на вашем, если не к вам на Плент пришли, то бомба находится на другом планте. Ну и вот, как сейчас мы видели Дэвил, да, оставшийся один-два, и находясь в Миддле, просто приходит на А, то есть подходит близко к точке, он ее не контролировал перед этим, естественно, не контролировал Б. Не слышит бомбу, хотя, в общем-то, должен был услышать, ну и в любом случае, даже если не услышал, все равно Плент он не контролировал. Ну и в конечном итоге остался и без позиций, и без раскладов. Хотя там у Фрайберка было 13 хп, и можно было раунд попробовать потащить. Фриверк спреет, забирает Аписа, прикрывает дальше спину, он неплохо пытается контролировать свой иглачок и забирает Кенниса. Разворот еще и на ангар натолкал. Великолепная работа от Апи. От Адама, откидывает Гитра тем временем гранаты на точке Б, выходит на голбу, ловит там Хэпи. Остается один-единственный Дэвил против пятерых. Ну, такое впечатление, что команда Энвиас не только играет плохо теперь на ланах, плохо играет в онлайне, и никакого значения уже не придает к третьему сезону ESL Pro League. Они явно понимают, что они выходят в топ, и их абсолютно не интересует, их расположение после топ-4. То есть, или пятое, или девятое, без разницы. Хотя у нас или пятое, или десятое. Ну, 11-е, 12-е они тоже не занимают. Там у нас аутсайдеры пока что Фейза и Virtus.pro, которые, если останутся на этих позициях, тогда, ну, просто-напросто вылетят из профессиональной лиги и придется играть Аматорку, если они захотят вернуться, опять же, в ESL. Ну, и, соответственно, Энвиас видят, что в топ-4 не заходят. 11-е они занимают, поэтому, в принципе, можно расслабиться и занять неважно какое место с пятого по десятое. Ну, да. Как-то так и есть. В принципе, я думаю, что Энвиас не должны вылетать по очкам. Тут у нас явно претенденты номер один на вылет из лиги. Это Virtus.pro. Ну, а там Flipside, Face по 15 очков. Они также будут, скорее всего, играть стыковочные матчи с теми, кто как раз-таки претендует на попадание в ESL Pro League. Ну, и что можно сказать? Не знаю. Ну, как бы настоящие профессионалы и профессионалы, или как-то профессиональные профессионалы, мне кажется, должны все-таки отыгрывать по максимуму. То есть, НИПы, которым сейчас игра, в принципе, ничего не значит. Да, играют же нормально в Counter-Strike и показывают хорошую игру. Почему Энвиас этого не делает? Тем более, Энвиас, в принципе, это нужно показать нормальную игру и доказать даже уже не болельщикам, а прежде всего самим себе, что они не мясики и что они чего-то стоят. И действительно, это некогда могучий коллектив, который бегает, кстати, со значками чемпиона DreamHack Лужна Поки. Да, то есть, ну, как минимум, не знаю, очень, конечно, хотелось бы, на самом деле, чтобы французы как-то начали уже тащить, начали показывать содержательный Counter-Strike. Вот хотя бы даже по аналогии с теми же G2, которые, ну, скажем так, не такая китулованная команда, да, не настолько там, скажем, у нее есть сильные результаты, но вот, по крайней мере, в интернете, вот в частности, вчера они играли и, в общем-то, за их игрой наблюдать, в принципе, приятнее, чем следить за игрой Envias. Надеюсь, что все-таки Envias, кстати, наряду с теми же Virtus.pro, да, то есть, это два таких ярко выраженных у нас коллектива, бывшие чемпионы мейджор-турниров, парни, которые играли на очень серьезном уровне, которые шатали тех же Fnatic, тех же NIP-ов, и вот сейчас, конечно, просто дно постучалось снизу, или как там, или снизу постучали. Ну, какой-то, знаешь, серьезный этап в своей карьере испытывать, проходит сейчас каждый игрок команда Team Envias, и это явно черная полоса, затянувшаяся, и выходить, скажем так, к Envias из этого положения пока что, судя по своей игре, не намеренно, никакого просветления мы не видим, играют они, ну, очень плохо. NIP-у тем временем сделали засаду у нас на мейне, Форрес моментально забирает NBK, а две флешки на мейн стараются вычислить моментально Devil, а у них это получается, неплохо расконтролили свой юспик, хотя Апик срывается и попадает Пита в ответ, тем временем Гитрайт уже в дверях, и он чекает выход через B-мейн назад, но Envias заходят на точку, Кеннис разваливает лицо, погибает Фриберг, ответочка моментально от Гитрайта с Гзистом, и остается последний Хэппи, который умирает на центре, и NIP-ы берут первый раунд. Ну, NIP-ы вообще сейчас преобразились, тоже, тут с одной стороны мы говорим о плохой игре Envias, но NIP-ы-то не зря выигрывали DreamHack, NIP-ы-то не зря тренируются, и они испытывают хороший сейчас подъем, то есть, если это не самая сильная команда в данный момент, то это просто профессиональная, уверенная в себе команда, которая, ну, вот таких вот бесхарактерных, естественно, ребят, ну, будет делать постоянно. Хотя NIP-ы тоже переживали нечто подобное, тоже были чемпионами, тоже ужасно отыгрывали с Аллу, потом кикнули Аллу, и все равно продолжали ужасно отыгрывать, но со временем продемонстрировали характер, и Forrest и GetRide снова говорят, скажем так, кто в доме хозяин показывает. Да, но, опять же, мне кажется, что все-таки шведы, в частности, не были. да, да, это мне тоже так кажется, что шведы смогли это сделать, выйти из этого дна, а вот N-верси... И показывали, они показывали, понимаешь, они по игре, то есть, они старались, всегда были. будут force buy. Так вот, по поводу Аллу, то есть, они поменяли игрока, который, ну, финн, да, был в составе, явно, ну, то есть, замена логичная, да, сейчас посмотреть, как, кого убрали Envias, они убрали Киашиму, это произошло буквально недавно, да, и вчера, вот, я наблюдал за игрой Киашимы на, за фейс-кланы, это было и вчера, и позавчера я видел две игры фейс-зофф, и Киашима очень круто играл, было видно, что человек старается, что человек хочет, он хочет прежде всего даже самому себе доказать, знаешь, там, все равно тебя команда набрила, там, понятно, может быть, по каким-то личным причинам, но тебе нужно самому прежде всего быть уверенным в том, что ты сильный игрок, и ты, что ты можешь тащить, ну, и просто вот поэтому, как бы, знаешь, проводить параллели-то можно между Нипами и Энвес, но это настолько два разных мира, что, что просто беда. Ну что, не пытаясь, будут сейчас затягивать эту игру, или все-таки сумеют спустя несколько раундов обыграть Энвес? Пока что сделали засаду, тоже на точке Б, засада у них немножко отличается от команды Энвес, ну, и Гитрайт старается прочекать центр, а в мидле-то находится Хэппи, о нем, судя по всему, в итоге Хэппи находит спину Гитрайта, выдал свое местное расположение, Нипы постараются теперь его найти, и стараются реализовать свою ЦЗ, что Норхэппи отыгрывает прекрасно, делает три минуса, и, соответственно, вытягивает на себя всю команду Нип. Пит остается одним против всех, Кеннис его убивает из УЗ-шки, подбирает, скорее всего, Фамос, да, или нет, Кеннис, нет, не подобрал, почему-то Фамос, остается дальше со своим УЗ-и, ну, и оставшиеся ребята из команды Эндвест берут, конечно же, клаши, в честности, Хэппи, но остальные все-таки тоже решили остаться с МП, хотя вот Дэйл поменял все-таки свой девайс, потому что предполагает от Нипов, возможно, какие-нибудь чудеса, чудеса с Фамосами первыми ронерами, но Нипы не рискуют, они берут, там, один, по-моему, или два пистолета, три пистолета по 250, два ЮСПКа, флешку, и постараются сейчас кого-нибудь убить, хотя бы двоих. Ну, действительно, не поднята команда, которая будет делать какие-то баи в стиле Энвиас, вот Энвиас могут только делать какие-то абсолютно нелогичные вещи, хотя, в принципе, в этом матче пока, в общем-то, ну, скажем так, несмотря на разгромный счет за первую сторону, в принципе-то Энвиас не демонстрировали вот какой-то, скажем, расхлябанной игры, которая обычно, скажем так, у них просматривается, и вот можно за них, за эту игру, их жестко критиковать. Сейчас на Б сделали засаду Непры, один игрок у нас на Апленте, это как раз-таки Гетрайт, ну, и, судя по всему, французы решили как раз-таки идти на Б, хотя он уже забирает Вибрагер, хотя забирает еще одного, Пит отвечает, но Дэвил все-таки успокаивает. Пита остается Гетрайт, и как раз-таки Форест, вдвоем два старых бойца на Б-пленте, но Тим и Инвес решили все-таки изменить направление атаки, и стягиваются сейчас они на Аплент, и Гетрайт с Форестом будут, как минимум, ой, как это, просто так отдали калаш, но это вообще лол, посмотри, Гетрайт в Виндруме забирает калаш, а при этом Кеннис и Апекс играют с двумя напушечками, ну, то есть я не понимаю, как так. Подарили просто калаш на самом деле, Гетрайту можно сейвить, и абсолютно не париться в следующем девайсном раунде, но Кеннис все-таки забирает калаш, который принадлежал его братюню, ну, и 12-7 Энвес, после того, как взяли Форсбай, взяли еще два раунда, естественно, это были экономические от Нипов, но у нас закупочка сейчас от Ниндзи, и Пит с АВП, кстати, тоже мы с тобой как-то говорили о том, что Пит у нас такой человек, который юзает довольно-таки часто, ну, наверное, Форест все-таки чаще юзает АВП, но Пит, кстати, тоже вот выполняет роль снайпера. Кеннис у нас с АВП пока что смотрит поджимы с точки Б, Форест готов принимать Б в одиночку, Форест прекрасно показывает вообще вот все, скажем таки, одиночные свои игры на всевозможных картах, и в принципе на нем не поддержат ну, огромный участок. В данный момент это, конечно же, точка Б. Гзист подсадился, а Энвес вообще не контролирует эту подсадку, в итоге две спины, три спины, видишь, у нас Дист плохо, точнее, извините, неплохо спрейт, забирает двоих, наказывает еще и третьего, оставляет Апексу 12%, всего лишь Апекс хоть и справился с Дистом, но шансов теперь у команды Энвес немного. Кеннис, правда, оцеливает Пита, тот играл с АВП за дальним, Гетрайт заходит за дверь и готов принимать две позиции одновременно. Кеннис накидывает гранаты, пытается вычислить кого-то за трактором, но Фриберг занял хорошую позицию и он заметил ноги Кенниса. В итоге Кеннис их не помыл и, соответственно, погиб. Апекс остается один против троих, готов выходить через двери, Гетрайт на пчху и в этот момент Гетрайт моментально убивает своего соперника. 13-7, Непой все-таки берут раунд, не оставляют пока что Энвес без экономики, потому что они неплохо отыграли, несмотря ни на что, свои два раунда предыдущий подряд и теперь снова хороший бай, что у одних, что у вторых, но у Энвес есть снайперская винтовка. У Днепо уже АВП нету, потому что Апид погиб в прошлом раунде с дальним ящиком и никто АВП почему-то не взял. Ну и, кстати, несмотря на то, что на самом деле была ситуация 2 в 4, и была минута почти, могли спокойно игроки французского коллектива перетянуться на другую позицию, попробовать там занять мидл, может быть, как-то разделиться и потащить, но они все-таки решили выходить на мейн. Гетрайт уже забирает хэппи. Вроде как Энвес заняли мидл, но при этом потеряли своего капитана. Кеннис АВП мог сейчас сделать хайвея минус на Апленте, но вместо этого Апекс просил по ХП. Как-то не очень на самом деле сейчас атака у Энвес. Ой-ой-ой, как ошибается. Кеннис, Гетрайт отлично выиграл позицию и сделал минус Кеннис. Находится сейчас не в большинстве. Гетрайт контролирует мидл и умирает от Дэвила. Дэвил дождался все-таки жертву, сделал килл, но проблема в том, что у Апекса один ХП, и Дэвилом основная огневая мощь в этом раунде у команды Энвес. Четыре игрока у Нипов. Один контролирует мидл, один контролирует точку А и два в упоре на Б. В принципе, это неплохое решение в том плане, что сейчас-то у Тима Энвес просматривается пауза и вполне возможно как раз-таки под эту паузу они могут стянуться на Б. Ну, это естественно в теории для Нипов и они могут так естественно предполагать. Ну и Апекс подсадили с бомбы, он уходит в дверь, при этом у нас есть в мейне НБК, который сейчас прочекает Аплэнд, а Аплэнд как раз-таки Нипы отдали и сейчас можно устанавливать бомбу. Если НБК сделать минус на Хилпе, то вполне возможно Тима Энвес могут взять этот раунд. Бомба устанавливается у нас Апексом, уходит человек на двери, один есть на мейне, но единственное, что здесь здорово, это бомба, которая строго стоит как раз-таки на НБК, который почему-то мейн бросил, перешел на балкон, но, видимо, это связано с тем, что Апекс решил двери обойти, хотя у НБК вроде как и хорошая позиция, но его замечают, он забирает всего лишь одного оппонента, моментальная игра на разгрыни от команды Нип, и они берут еще один раунд. А вот теперь печаль-беда, плюс 2700 получат у нас ребята из команды Энвес за счет установленной бомбы, но этого явно не хватит на полноценный бай. Придется рисковать, покупать деглы Тег 9, и, конечно же, они не хотят Нипам легко и просто отдавать 15-й раунд, потому что там, где 15-й, там и 16-й совсем уж близко, ну и все всегда берут в таких ситуациях, собственно, и Энвес не остаются в стороне. Два калаша, Галил и три тека можно было взять, вот я так посчитал, но вместо одного Галила, судя по всему, Хэппи как раз-таки решил взять 250-й и набор гранат, то есть отдали французы предпочтение все-таки гранатам. Но два калаша есть, в принципе, в атаке, можно отыгрывать, это все-таки не защита, где нужно закрывать, да, с собой пленты и какие-то очень важные позиции. С калашами все-таки можно пойти там пострелять, там пострелять, в конце концов, можно просесть по ХП, да, и передропнуть своему тиммейту, опять же, у которого есть тяжелый армор, поэтому, в общем-то, скажем, комбинация довольно-таки играбельная. Посмотрим, как реализует эту, сейчас этот расклад как раз-таки Тим Энвес, Хэппи уже с дверей там делать какой-то экшен на А-пленте, при этом бомба находится в медле, Хэппи запускает на А-плент, он уже заходит сюда и Ниппи, по-моему, даже не знает, что Хэппи, ну, кзист, просто контролит девятку, но отдали, на самом деле, полностью отдали Ниппи, А-плент и, судя по всему, рассчитывает на ретейк. При этом Апекс находится в винтруме и там два игрока у Ниппов на Б. Кеннис у нас так девятым начинает заходить на точку, никого здесь нет, все здорово для команды Энвия, складывается все в смоках, можно теперь смело ставить бомбу и тащить тот раунд, но Ниппи специально отдали этот плент, хотят сделать грамотное выбивание, но есть одно но, Апекс в спине и этот человек будет постоянно напрягать команду Нипп. Начинает действовать, играет на шифте, бомба стоит уже секунд 10-15, Ниппам нужно торопиться, всего 40 секунд, гзист действует через коннектор, ну и начинает Апекс нашивать стек девятого. Получает немножко дэмэджа, проверяет Апекс, Апекс при этом уходит и стек очень грамотно отыгрывает эту роль. Тем временем Пит забирает Дэвила, но все равно раунд скорее всего идет к копилку команды Энвияс. Ниппы, ну не сумели сделать свое, как я говорил, грамотное выбивание или все-таки могут? 5-4, нет, мне кажется не хватило времени у нас естественно команде Нипп и это восьмой для французов. Все взорвались, Апекс вышел, еще и Эмпу подхабатил. Да, действительно, у Ниппов не сработала комбинация с отдачей Аплэнта, при этом мы говорили о том, что у Энвияс очень плохой байт, 2 калаша и 3 пистолета, но вот как-то так не подрасчитали свои силы. Ну и конечно Апекс, который находился один на Бплэнте и держал постоянно на себе Фореста, естественно, это довольно-таки серьезное психологическое напряжение, в том плане, что ты как игрок команды Дефенса, да, ожидаешь, то есть ты должен делать выбивание, да, Аплэнта, но при этом ты понимаешь, что у тебя в спине, где-то есть чел, которого еще и нужно законтролить, который в принципе там может сделать очень серьезные вещи в плане, ну опять же, напрягания позиции, но и Апекс очень сильно проседает сейчас в дым, там фактически Фрайберг нашил, его оставил ему 10 хп, у Апекса проблемы по, опять же, по хеллпоинтам, но Хэппи уже готов выходить с двери, при этом бомба находится перед Б, и тут какой-то фейк, раскид через мейн и через дверь дверь от команды Энвиас. Хэппи у нас действует довольно-таки аккуратно на дверях, готов выходить на Аплэнд, но Энвиасы прекрасно сознают, что буквально один раунд взять Нипам и, соответственно, у них будет 15, и, конечно же, ошибаться не хотят. В итоге играет довольно-таки аккуратно, четко, и у них это получается. Возможно, возьмут девятый раунд, и правда отвечают, забирают вместе с Рибергом Дэвила и Апекса, Гетрай с Рибергом остаются вдвоем против Кенеса и Хэппи, но у Энвиас преимущество, они ставят бомбу, и бомба хорошая как раз-таки на Хэппи. Фриберг меняет свою точку, пытается нашить Вентрум, там у нас есть Хэппи, и он по нему попадает, 40% остается, и вот тут вопрос, кто кого, но Хэппи сильнее. Гетрай погибает, остается Фриберг один против двоих, и, в принципе, можно уходить на сейв, но он идет дальше и умирает. 14-9, раунд уходит в копилку французов, и команда Нип должна делать эко. подумать над тем, в принципе, как дальше обороняться. Естественно, в этом раунде есть возможность подумать как раз-таки по поводу дальнейшей обороны. Все-таки французы, как бы там ни было, но не отдали еще 15-й, и, соответственно, могут дальше тащить и камбетчить, и, в принципе, даже забирать карту при определенных обстоятельствах. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Сейчас уже Кеннис перед Б забирает Фореста. Форест поторопился. На самом деле, 4 игрока команды Нип делают засаду на Апленте, но Форест решил, видимо, сыграть агрессивно, то ли просто чекнуть, но ошибся и умер. У Апекса с НБК довольно-таки плохие девайсы, но, опять же, учитывая то, что у Нипов эко, в общем-то, можно не особо не напрягаться по поводу наличия девайсов, потому как, в общем-то, у тиммейтов по автоматам все хорошо, и Хэппи уже работает в медле, забирает он Детрайта на Апленте, правда, проседает по ХП, приходят тут два игрока оставшихся команды Нип, в мидл, умирает уже Пип, тут же есть Фриберг, но два игрока уже зажимают с двух сторон, просто Энвес фактически окружили оставшегося Фрайберга, и на экономическом раунде забирают последнего игрока Нипов, и, соответственно, десятый раунд к себе в копилку, ну и байраунд сейчас от Нипов, и, опять же, если раунд проиграет, раунд отдадут, ну и Энвес могут сократить довольно-таки серьезное отставание, у Кенниса есть АВП, и у всех остальных хорошие девайсы, три калаша, одна эмочка, ну и в противовес этому как раз-таки у Нипов тоже четыре эмочки, правда, один Фомас убито. Ну что, Нипы вроде как отдали уже довольно-таки много раундов своим соперникам, у Энвес стало вроде как все получаться, и если сейчас еще несколько ошибок последует от шведского коллектива, тогда команде не придется не сладко, потому что Энвесы, кем бы они ни были, все равно остаются где-то в глубине души старыми, скилловыми игроками, поэтому могут, естественно, если захотят, конечно же, затащить еще и эту карту, но пока что не поближе. Энвесы халдят, заняли, правда, вместе с НБК, неплохие позиции вблизи точки Б, накидывают там гранаты, и вроде как будут выходить на центр. На центре у нас находится Фриберг, который готов принимать его довольно-таки распространенной позиции слева от мейна, и его не чекает Хэппи, который решил проверить центр. В итоге Фриберг на коне забрали Хэппи, Энвесы подошли у нас под Аплент, начинается накидка гранат, выход, неплохой спрей от Гитрайта, попадает по своему сопернику, коктейли молотого в дальний ящик, там у нас никого нету, Гитрайт ловит соперника, заходящего на Аплент, отцеливает своего оппонента, накидка гранат моментальная от Фриберга, и он еще и забирает Апекса. В конце остается Кеннис и НБК, вдвоем против троих. НБК из мейна, ловит Гитрайта, и все равно, как бы плохо в этом раунде не сыграли Энви, 2 на 2, такую ситуацию можно тащить, НБК в мейне, правда красный, выходит стреляться и моментально погибает от Фореста, но у Кенниса снайперская винтовка, первый раз промахнулся, и все-таки Форест берет и тащит этот раунд. Патрик Лимберг, как всегда, на коне. 15-10, Непам осталось взять один раунд. Да, были довольно-таки близки тем Энви, чтобы потащить, они находились в меньшинстве, и в конечном итоге ситуация 2 в 2 не очень удачно сложилась, были проблемки, ну и Кеннис, ключевой минус Савика не сделал, как раз-таки это был Форест, достал тег, и я вот подумал, что в какой-то момент он все-таки сможет сделать килл, но, как ты сказал, тот самый старый конь, Патрик, правда сказал, что он на коне, но, в принципе-то, Форест уже такой парень, как раз-таки его легко можно отнести к категории старых коней, очень давно он играет, и это еще, наверное, так если так безошибочно попробовать угадать, где-то 2003-2004 год он активно начал появляться на КС-сцене, я помню, это была такая команда Бегрипп в Швеции, и молодая команда, в которой были молодые таланты, как раз-таки Форест играл за Бегрипп, и они даже получили инвайт на, была лига в Корее, если ты помнишь, тоже вот как раз-таки Бегрипп тогда и засветились первый раз, если я не ошибаюсь. Форест уже как раз-таки герой, о котором я рассказываю, делает минус НБК, и как он в Вентруме только что мог сделать еще один минус, но промазал, Хэппи был очень близок к тому, чтобы умереть, и сейчас Хэппи вынужден отходить, и промазывает этот угон, а Форест его дальше продолжает пушить, но все-таки сейчас Форест опять мажет, но уже заигрался Патрик Линберг, Хэппи все-таки его убил. Ситуация 4 в 4, Энвес уже выходит на Апленту, отличная стрельба от Фрайберга, Гзиста и Гетрайта, которая делает по киллу, и остается Кеннис один против всех. Кеннис в итоге на верхнем этаже моментально погибает, это победа команды НИП, поздравляем этих парней, отличная работа. Не переключаемся, дорогие друзья, следующая карта в этом же противостоянии совсем скоро, для вас работает Алексей Ухомолецкий, Арсений Синя-Треноженко, рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин